Привет, друзья! Вы на канале Свистич. Меня зовут Ирина и этот вышивальный влог я хочу начать с того, с чего началось мое утро. Я сегодня проснулась и такая подумала, Рождество на носу, у меня ничего не готово. У меня два сапога лежат, меня ждут, скатерть меня ждет и я не за холодную воду, как говорится, а зная мои темпы в шитье, я думаю, пора, пора, пора приниматься. И я вот взяла сапог и сейчас я буду пытаться сшить сапог. И я вот пока хочу показать вам, какие материалы я взяла для этого сапога. Есть у меня сапог, есть у меня подкладочная ткань, вот такие славные звездочки. Светлую я взяла, потому что будет светить, я так полагаю, все-таки светлая ткань на сапоге. Если бы, может, он был бы там какой-то яркий, как Dimensions, эти все, полная зашивка, то этот будет светить. И я думаю, внутри светленькая ткань, она будет самая то. Потом флезелин мне нужен будет проклеить этот сам сапожок. И на задник мне нужен будет красивый. И я выбрала вот такую шелтковую ткань. Мне кажется, она очень хорошо по цвету сочетается. Такая она. Цвет шампани называется. А это у меня 222, по-моему, этот лен. Мне кажется, они идеально друг к другу подходят и будут они выглядеть очень хорошо. И это была такая, довольно-таки приличная стоила эта ткань, потому что это шелк там с чем-то. И вот видите, как красиво оно вместе будет смотреться. И я еще вот такую купила уплотнитель. Это самоклеящийся уплотнитель. Я буду подклеивать эту заднюю сторону. Переднюю, сам сапожок я буду проклеивать флезелином только. Ну, вот таким тоненьким. И то это для того, чтобы там ниточки, которые прошит бисер, чтобы это все держалось. Ну, и вообще мягенькая шампанка надо было, чтобы пожестче этот сапог был. Я не думаю, что этот сапог будет использоваться по прямому назначению. Ничего я туда набивать не буду. Никаких конфет. Просто я буду украшать камин этим сапогом. Но, тем не менее, чтобы он хорошо держал форму и чтобы держались вот эти ниточки, которыми я там закрепляла с обратной стороны этот бисер. Чтобы зафиксировать, я возьму этот. Ну, вот материалы я все приготовила. Дело за малым. Осталось это все сшить. А когда это будет все сделано, я вам все покажу. У меня два таких сапога. Ну, секундочку. Добрый день понедельника. И я к вам с радостной новостью. Я закончила свою мишку-мотницу I Love Teddy. Набор от Classic Design. Это единственный набор, который я в данный момент вышиваю по саге. И поэтому я вам даже могу сказать цифры, которые здесь были. Многие из нас любят эту статистику. Я не знаю, наверное, потому мы и любим счетный крест, потому что что-то нас тянет. В основном я смотрю, чаще всего вышивают крестиком бухгалтера, экономисты и люди, которые очень любят математику. Так вот, в этом дизайне было 33,5 тысячи крестиков. Ну, немаленький такой. Довольно-таки прилично долго я его вышивала. Ну, года два я его вышивала. Ну, не постоянно, понятное дело. Вышивала, там, вышивала, бросала, опять вышивала, опять бросала. Немножко утомлял меня. Это реплика от Dimensions. Что еще я хочу сказать? Последнюю неделю я вышивала бэкстич. Бэкстича здесь 9 тысяч знаков на секундочку. И сегодня я получила, ну, как это, резюме, репелох за неделю, чем я пользовалась его. И я посмотрела, что за неделю я использовала. Я в кросс-стич саге просидела 9 часов. Значит, это 9 часов я вышивала бэкстич. А с прошлой недели у меня оставалось, я на прошлой неделе 2000 знаков по бэкстичу вышила. Это 9 минус 2. Это получается у нас 7. Ну, где-то я в час, получается, примерно 600 крестиков, ну, 600 знаков бэкстич я вышивала. Ну, это как-то мне не кажется реалистичным. Ну, хотя я не знаю. Как говорится, со статистикой не поспоришь. Я была, значит, что я вам говорила, что здесь 33 с половиной тысячи знаков, 9 бэка. Вот такая она раскрасивая. Смотрите, какая невероятная щедрость от Classic Design. Это остатки все. Посмотрите, вот здесь сколько этих ниток. Так, это нитки DMC, так что они мне еще очень даже пригодятся. Я их разберу, ну, такое количество, грех просто выбрасывать. Здесь, кажется, больше, чем один моток этой нитки. Ну, в общем говоря, Classic Design были очень щедры. Я все вышивала оригинальными, ну, то, что было на море, не заменяла я ничего. Вот на такой серой конве. Это Аида Цвайгард, если я правильно понимаю. Ну, судя по вот этой оранжевой каемочке. И вот такая красавица-раскраса у меня получилась. Я уже пела дифирамбо в прошлом видео по этой мишке. Мне нравится очень сильно этот сюжет. Мне настолько он такой домашний, такой родной, такой из детства что-то. Ну, в мишке Тедди, естественно, они с детства у всех у нас наверняка были эти мишки. Вот, поближе посмотрим. Мне понравилось вышивать. Было просто очень вышивать. Ничего здесь сложного абсолютно не было. Все логично, большие зашивки, одиночек нету. Очень как-то реалистично получается, как 3D-эффект. Ну, не знаю, ты видишь, что мишка у тебя на первом плане, что у тебя открыточки сзади, там эти ленточки сзади. Несмотря на то, что это такой мультяшный, скажем, сюжет. Но все равно он настолько классно проработан. Конечно, дизайнерам Dimensions надо отдать должное. У них всегда роскошные дизайны. Все эти светотени. Эта картинка не плоская. Выделяется, что видишь ты, что это мишка мохнатая такая. Что это платьичко у нее такое шерстяное. Все эти оттенки, переходы, ну, прекрасно. Вот это, я уже говорила, мне так нравится этот клаптик ткани, который вот так вот пришит, как типа пэчворка. Это открыточка с влюбленными мишками. Посмотрите, какой милый здесь бантик у нее завязан. Ну, просто умиляться и восхищаться, и восторгаться таким дизайном. Шляпка с сердечком. Ну, не прелесть. А здесь на открытке марка приклеена. На марке, вот если вы посмотрите ближе, видно вам, не видно. Профиль какой-то вырисовывается. Даже вот этот цветочек, казалось бы, он такой простенький-простенький. Он вот, как бы, объемный получается. Очень красиво, очень интересно вышивать и несложно. Ну, за счет того, что, за счет объема, мне, наверное, он в какой-то определенный момент наскучил. Я его отложила, но потом я его взяла и с удовольствием продолжила было вышивать. Вот здесь было очень-очень много этих, как их называют, французских узелков. Вот я вам покажу поближе эти французские узелки. Смотрите, сколько. Каждая эта штучка была обкручена вокруг этими французскими узелками. И если вот эти желтенькие французские узелки я как-то делала с удовольствием, они, видите, у меня получались даже практически все одинаковые. То вот с черными французскими узелками у меня как-то не сложилось. Любви вот здесь их очень много. Честно говоря, я вышила сначала французские узелки на этой стороне и часть сердечка. А на этой стороне оставались вот такие просто, типа, как жемчужинки. И мне нравилось больше без французских узелков. Вот я вам честно скажу, оно казалось, как будто это жемчужное такое ожерелье, и на нем такой медальон висит. А теперь я вот не пойму, что это ожерелье из пуговиц или... Ну, честно говоря, я даже подумываю, а не срезать ли мне нафиг эти вот... Может, на сердце оставить этот бэкстич, эти фрузелки. А вот здесь, ну, не знаю. Ну, короче говоря, я подумаю над этим. Потом что еще? Вот на этом мишке вот такой бантик красивый очень мне понравился. Как этот бантик выглядит. Ну, здесь, я так полагаю, это типа везде пуговички, да? И пойти здесь пуговички. Ну, не знаю. Не нравится мне. Наверное, я их срежу, эти французские узелки, именно на вот этом ожерелье. Вот здесь на пуговичках они как бы уместны, эти французские узелки. Вроде так, как и надо. Но здесь нет. Что еще? Ну, вот такой прекрасный, замечательный сюжет. Я закончила. Я очень рада. Я, как я уже говорила в предыдущих видео, я к концу года хочу все-таки позавершать вот эти мои начатые процессы, которые у меня. И на данный момент не все, естественно. Скатерть с птичкой я не закончу. Я ее и не брала. Я ее отложила до весны. Но скатерть мне рождественскую надо, 12 дней Рождества, закончить обязательно. И, конечно, хотелось бы птичек закончить, но я с птичками как-то не очень уверена, что я успею к Рождеству. Но, может, к Новому году, конечно, и успею. Потому что, как вы понимаете, мне, как я уже говорила, надо шить сапог. И потом же, до вышиваю скатерть, надо будет шить скатерть. Кстати, я хотела у вас спросить совета. Вот эту скатерть, которую я вышиваю 12 дней Рождества, Я вот думаю, ее надо проклеивать утеплителем толстым каким-нибудь, эту подкладку. Или достаточно тоненького флизелина и шелковую, ну или подкладочную ткань на низ пришить. Вот как вы думаете? Я просто не знаю, как эту скатерть шить. Там на самом как-то буклете она сфотографирована, но там же подробностей нет. Вот я сейчас вам ее принесу, покажу и вы увидите. Вот такая скатерть. Вот она на картинке так выглядит. И я, естественно, хочу так же точно ее и делать. Сейчас я приближу вам эту картиночку, чтобы вы могли рассмотреть так же точно, как и я. Ну вот. Во-первых, вот этот кантик. Я понятия не имею, как его делать. Это подкладка там ее отстраивает. Ну сейчас меня как бы интересует вопрос, надо ли ее проклеивать утеплителем. Здесь, может, на складочке. Мне кажется, здесь нет никакого утеплителя. Может, она подклеена флизелином. И все. А ну-ка, если поближе с этой стороны посмотреть, что там мы видим. Мы там видим подкладка. А это вообще-то бейка вот такая, как бы, шелковая. Красиво. Ну вот, короче говоря, мне еще ее сшивать. Что меня пугает. И я не знаю, как это сделать лучше. Ну а пока все. Встретимся в следующем включении. Ах, да, забыла сказать. Я хочу оформить эту мишку в подушку. В наволочку, в смысле. Хочу сделать ее задник. Такой клетка. Вот такая сине-красная. А может, у меня есть и сине-красная клетка. У меня есть и красно-синяя клетка. Может, я ее скомбинирую. Может, вы помните, я как-то там показывала вам журнале во французском. Там даже есть выкройка такой подушки. Не знаю, по размерам подойдет она или нет. Но, тем не менее, как сшить, там написано. Вот такой план на мою мишку. Теперь то, что все. Ну, кому, естественно, обязательно здесь надо. КОНЕЦ Смотрите, какой поезд красивый. Можно купить себе, поставить в огород. И вот у нас Мерката де Наталья. Рождественская ярмарка. Хочу пойти посмотреть шаров здесь, море. Всякого разного добра. Лошадки. Смотрите, какие красивые лошадки. Моя слабость. Они с вами везут. Деда Мороза сани. Такие маленькие олени, как они утащат, эти сани. Красота. Всякого разного, море всего. Только деньги тратят. Смотрите, олечная, олеча сидит. Елочка, вроде, не знала. Сделанная из перышек. И лошадки, лошадки, лошадки. Ну что же, естественно, я купила этот подносик. Смотрите, какой он красивый, деревянный. Здесь сердечко вырезанное. Я не знаю, по размеру он такой же точно или нет, как Тамара. Надо посмотреть, когда она делала вот эту подушечку внутри. Честно говоря, я даже не помню, чей-то это дизайн был, Шепердсбуш, там, либо чей-то другой. Надо, короче говоря, ее видео пересмотреть и себе что-нибудь такое интересное сделать сюда. Ой, извините. Сюда внутрь положить. Красота. Ну, какой-нибудь процессик держать здесь. Так, подарочек для себя любимое. И покажу вам, что же у меня здесь произошло. Смотрите, моя гордость. Я не знаю, она, наверное, не вмещается все. Сейчас я попытаюсь поднять это все и уместить. Я сшила один сапог. Какая я молодец. Посмотрите, как получилось. На мой взгляд, получилось очень и очень достойно. Здесь я пришила жгутик золотой. Я бирочку не делала. Ну, я не знаю, посмотрю, мне захочется. Вот такую петельку я сделала. Пшила ее внутрь. Вот такая у меня подкладка внутренняя. Такие звездочки. Ой, что это выбросить? Так, и вот такой сапожок у меня получился. На обратной стороне я пришила вот этот шелковый. Я не стекала его. Мне не захотелось, потому что, мне кажется, очень красивая ткань сама. И, ну, не знаю, стежка. Может, надо было сделать. Ну, мне не захотелось. Как-то на этом шелке, когда строчишь, она цепляет эти ниточки и выдергивает, и некрасиво получается. Я вот это закрыла, этот шов. Ну, там на некоторых местах оно высмыкивает, я не знаю, за счет чего. Допустим, если по такой ткани строчишь, либо по хлопку по вот этому строчишь, ничего не получится. Ну, нормально все. А по шелкам как-то странный звук. Начала этот шить сапог, и опять восторгаюсь, какой все-таки красивый дизайн. Я, кажется, когда сшит в сапоге, он еще больше заиграл всеми красками и всем бисером, который был здесь. Если вы помните, сейчас я уже напомню вам, я заменила вот эти перле. Они должны были быть вот этой икрю, вышиваться таким же точным. Мне захотелось сделать это розовым, так, чтобы как бы сочеталось с этими розочками. Здесь еще есть подушечка. На подушечке вот такая вот роза. Ну, я не знаю, подушечку мне не хочется, честно говоря, вышивать, и я вряд ли ее буду вышивать. Вот насчет бирочки с именем, кому этот сапожок принадлежит, я, пожалуй, наверное, все-таки его вышью. А подушечку не хочу. Здесь бисер я подбирала, да, я все подбирала сама, у меня не было набора. Ну, а набор и не идет, там в Just Nanny идет, как это называется, этот пак, где там лежат бисеринки. Ну, у меня не было пака, поэтому я сама подбирала бисер, у меня есть бисер. Ну, что-то я вот вижу из-за того, что, наверное, я его 153 раза выворачивала туда-обратно, туда-обратно, пока шила. А через вот эту маленькую дырочку в подкладке, которая была, у меня что-то эти все бисеринки болтаются. Я не могу понять, то ли они разболтались за то, что я его терзала, этот бедный сапог, или за то, что... или потому что я их так пришила как-то не очень хорошо. Ну, мне здесь очень нравится вот этот элемент, они выглядят как кружева. Вот такие сапожок этот, ну, очень красивые, конечно. Я помню прекрасно, когда я первый раз увидела, и не были они такие популярные, как сейчас, и я, когда первый раз его увидела, подумала, что какой-то бледный, моль какая-то бледная, что-то он не понравился вообще никак. Потом я присмотрелась повнимательнее, и я сейчас думаю, да как мне он мог не понравиться. Он такой шикарный, он такой элегантный, он такой красивый, здесь ничего лишнего. Ну, все вот именно новогоднее, нарядное. Золото блестит. Кружевные такие зимние узоры. Ну, роскошный просто, роскошный просто сапог, роскошный просто дизайн. Здесь вот, я помню, Rainbow Gallery у меня оставался, я вышивала вот эти вот золотые ниточки. Тоже очень красиво. Ну, все здесь, все здесь уместно. Очень-очень красиво. Если вы еще не вышивали джастненовские сапоги, джастненовские сапоги, то вам рекомендую, там их 6 или 7 штук, я не знаю. Я вышила два, вряд ли я буду еще вышивать. Хотя у меня два камина, я могу тут их все хотя бы вышить и развесить, место для них найдется. Ну, столько много красивых дизайнов, что не хочется останавливаться, что-то хочется другое, новое попробовать. Особенно кое-кто здесь постоянно новые какие-то дизайны красивые выставляет, а и ты тут сидишь и локти от зависти кусаешь. Шучу я, конечно. Красивый, очень красивый дизайн. И я надеюсь, я сшила очень хорошо мой сапог. Ну, как считаете? Особенно учитывая то, что я вообще не профессиональная, ни разу швея. Ну, вот такой у меня один носочек готов. Мне надо еще сделать второй носочек. И будет мне счастье. И будет у меня два носка рождественских готовых. Как это не удивительно. Носок мне было легче шить, чем вот эту круглую коробочку. Помните вы эту круглую коробочку мою? Вот эту. А что же в ней? Давайте посмотрим. Раз уж я заговорила об этой коробочке, посмотрим, что находится в этой коробочке. А, тут находится котик. И давайте же посмотрим, что у меня на котике здесь произошло. Сейчас я возьму, наверное, ножницы. Котик самый занимательный процесс, который я вышивала на этой неделе. И что же я сделала? Я здесь сделала вот этот, пришила я этот стеклярус, видите, он такой. У него цвет какой-то странный. Он подстраивается под цвет окружающих его ниток. Ты, если пришиваешь на зеленый, он зеленоватым отливает. Ты пришиваешь его к сиреневому, он сиреневым так отливает. А сам он какой-то... Я, наверное, не взяла, я не взяла, не могу показать. Какой-то никакой, честно говоря. Просто типа серебристый. Но он не очень красивый, когда его просто так смотришь. Но вот в дизайне он красиво смотрится. Потом вот этот шовчик я делала. Вот эти шовчики я делала. И вот это я сделала. Здесь я, естественно, не обошлось без того, что я накосячила. Здесь надо было... Вот этот шовчик я сама сделала. Вот этот. Потому что здесь надо было делать меньше. Вот этот шов вот здесь должен был заканчиваться. А я разгулялась, пошла дальше и сделала его шире. И вот этот... Вся вот эта дорожечка была вот такая. Ну, другим швом. Не таким швом, а другим швом. Вот это все сделано. Я тем швом попыталась сделать здесь. И оно не очень красиво смотрелось. Поэтому я сделала вот такой шов. Это вот такой вот шов, как я делала здесь. Мне он понравился, и я его повторила. И начала я делать вот эту вот решеточку. Ага. И вот эти я дошила. Вот эту решеточку сверху я дошила. Бесерком здесь. И всем разным. Очень интересное и занимательное это занятие. Когда ты сначала полчаса втыкаешь в схему, чтобы понять, как там, что делать. Потом ты начинаешь это делать. Потом ты видишь, что это как-то не очень тебе нравится. Ты это распускаешь. Берешь другую нитку, либо нитку, которая ты в два сложения. Ты складываешь в одно сложение, пытаешься сделать. Потом опять тебе что-то не нравится. Ты переделываешь. Вот, например, вот этот шовчик. Видите, внизу здесь. Сейчас я попытаюсь поближе. Вот этот вот с бисером, который. Здесь вот это темно-сиреневый идет, который. Он в две нитки сложения. Ну, в самой схеме там было написано, все делать в две нитки сложения. Я начать делать, но не нравится мне, как получается. Вот, допустим, здесь две нитки сложения. Я начать делать. Потом вот этот шов, который сверху идет. Я тоже начала в две нитки. Он, ну, вообще не смотрится. Это некрасиво получается. И потом, видите, вот этот, получается, шов смещен. Вот здесь как бы крестики идут. Здесь два крестика. Здесь два крестика. Я, наверное, положу, чтобы не трясти. И приближу. Так, наверное, будет в доме. И вам, и мне. Вот так. Так вот, за этот шов. Вот и они, получается, скошены. Здесь эти, здесь крестики идут чуть-чуть. Где? Вот. На один крестик смещен. Здесь два. Здесь два чуть-чуть вправо смещены. И когда я начала вот эти переплетения, эти как жучки, или что это делать, я смотрю, они у меня вот такие косые. Я думаю, это ерунда какая-то. Смотрю схему, не, они его там точно так же, такие же, они косые. Короче, я успокоилась и сделаю их так. А здесь вот это серым сделала, серо-синим. Потом здесь будет такая же точная решетка розовым, ну, вот этим, сиреневым. Потом еще такая же точная решетка светло-сиреневым. И начала я в две делать ее. Ну, она, ну, вообще, получается, какая-то, ну, просто она сливается вся вместе. Здесь, видите, расстояние всего две ниточки переплетения. И она просто все слилась вместе, и какая-то такая полоса получилась неинтересная, не красивая. Поэтому я распустила, вышла в одну нитку. А вот эти вот наоборот. Я сделала, ну, я сразу их сделала в две ниточки, они классно смотрятся. А так как ниточка с переходом, видите, этот серый, а этот синий получился. Хотя это одна нитка была, вот это она, одна нитка идет. Вот эти вот две ниточки все, и синенькие, и сиреневенькие. И классно смотрятся. Ну, короче говоря, творческий такой процесс, но мне очень нравится. Я не спешу с ним, это так. Сейчас перед Рождеством, когда мне там надоедает все остальное, я беру и вышиваю этого котика. Ах, перед Рождеством. Что же тут перед Рождеством? Нет, еще пока не перед Рождеством. А также потихонечку я вышиваю эти свои кукурузы. Сейчас я отодвину и покажу, что я там вышивала. Я вот тут зашиваю фон. Вот этот зеленый. Ну, конечно, это немного нужно. Но все равно его надо зашить. И вот я сделала еще рамочку. Уронила ножницы на пол. Поэтому пальцем вам показываю. Ну, здесь как бы о чем говорить. Пока не о чем говорить. Сижу, зашиваю, 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 зашиваю. И еще зашивать и зашивать. Здесь будет ботва, если вы помните. И все остальное надо будет зашить вот таким вот цветом. Так что... И также с этим дизайном я тоже не тороплюсь. Я когда уже мне все остальное надоедает, беру этот дизайн. А что же мне надоедает? Сейчас вы увидите. А вот перед Рождеством я стремлюсь закончить мою скатерть. И я рада сообщить. Я безберно рада этому событию. И я закончила вышивать рамочки. Это было самое-самое... То, что выводило меня из себя на этой скатерти. Все мне нравится. Замечательные сюжеты огонь. Все классно. Но эта рамочка, это просто... Я не знаю. Мне она далась с огромным-огромным трудом. И если бы еще мне сказали еще раз, я бы на этот подвиг не пошла. Я бы купила, знаете, есть такие специальные скатерти, которые уже на квадратики разделены. Я бы, наверное, купила уже готовую эту ткань. И в этих квадратиках просто повышевала эти бы рождества. Я была очень безмерно рада этому событию, что я уже так рада, как будто я уже закончила эту скатерть и сшила ее и положила на стол. Но я только закончила эту рамочку. И мне остался последний 12-й день Рождества в этой моей эпопее, которая длилась весь год. И 12-й день Рождества у нас барабанщики, которые бьют в барабаны. Вот этот сюжет. Ну, вот эти два последних сюжета с этими трубадурами и с этими барабанщиками, это, наверное, те сюжеты, которые мне меньше всего нравятся. Но, тем не менее, их надо дошить в любом случае. 11-й день Рождества я уже закончила. Остался мне 12-й день Рождества. Ну, и вот барабанит он. Видите, шум какой издает, эти желтые, эти, значит, что это он барабанит. Такой одет солдатом он. Если дудочник у меня там, он был в шотландской этой юбочке, то здесь одет как солдатик. Вот здесь будет, ну, побольше здесь вышивать, конечно, чем на 11-м. Вот я вам напомню, 11-й здесь был просто барабанщик и надпись, и все. А здесь будет вот эта зашивка достаточно крупная, потом вот это вот тоже. Ну, все равно эти сюжетики, вы сами знаете, Джейм Шор, это Милл Хилл. Они несложные, тем более здесь не полная зашивка, как на кукурузах, например, то это сделается. Ну, единственное только что. Значит, я, как обычно, все в последний момент делается. Начала я сшивать этот сапог, и я тут поняла, что у меня вот этот утеплитель, видите, почему я спрашивала. Вот я этот утеплитель пришила, и не простеганная здесь у меня получается изнанка. И видите, этот утеплитель, он вот такие, как бы, ну, как это, я отглаживала уже, я не могу сказать, что это не отглажено. Это отглажено. Но за счет этого утеплителя вот такие морщины эти получаются. И вот я думаю, если я этот утеплитель приклею на скатерть, он у меня тоже такими морщинами пойдет. Вот с этой стороны, ну, здесь тяжело есть морщины, только это из-за того, что здесь бисер тяжело разгладить. Ну, так это же тоже у меня скатерть с бисером, и тоже ее будет сложно разгладить. Ой, ну, короче, а в ряду я не знаю. Я думаю, что на лицевую эту сторону я сделаю флизелин, а подкладку я просто подкладку пришлю. Не буду я делать этот утеплитель, как вот здесь на сапоге. Зачем мне жесткая надо, и потом же скатерть, наверное, если сапог там, ну, я не думаю, что он будет так часто стираться. Тем более, камины мы не топим, я не думаю, что он испачкается. А скатерть все-таки на столе, мне кажется, она больше будет как бы ялозиться. Ну, короче говоря, я не знаю, как шить. А, и что же, я начала шить этот сапог, и я поняла, что мне флизелина не хватит. Флизелина у меня достаточно только на второй сапог. Утеплителя у меня достаточно, но, как я сказала, уже утеплителем не хочу я утеплять эту скатерть. Заказать надо было флизелин, а потом я присмотрелась, ну, когда вам показывала на эту скатерть, на картинке. Тут вот эта бечка, вот этот жгутик этот пришит, эти же кисточки, ну, да, бусинки там я найду, у меня есть бусинки. А вот кисточки, либо самой крутить эти кисточки, ну, и кисточки, ладно, бог с ним, можно еще. Ну, а вот эту штучку все равно мне надо, и флизелин мне надо. Короче говоря, я на Алиэкспрессе заказала все это, мне пишут, что он у меня придет в январе. Блин, капец, конечно. И поэтому я не знаю, удастся ли мне в этом году сшить эту скатерть и положить, чего мне очень так хотелось и к чему я так сильно стремилась. Ну, и вот, стремилась, стремилась, и теперь, ой, смотрите, а здесь еще на картинке это статуэточка, здесь это доярка эту коровку доит. Смотрите, ой, какая милота, я тоже такую статуэточку хочу. Ну, вот, короче говоря, со скатертью вот такая фигня. Флизелин, я не знаю, пойти можно поискать, может, я и найду, там есть один магазин, где можно его купить. Ну, в общем, ладно, будем, как говорится, решать проблемы по мере поступления. А вдруг случится чудо, и мне в начале декабря все придет, все заказываю, и жгутик, и флизелин, и кисточки. Все позаказывала, теперь только осталось ждать. Ну, и даже если я не сделаю, бог с ним, сделаю на следующий год, будет у меня скатерть. Вот, так что, если вы хотите узнать, чем дело закончится, смотрите мои следующие видео. А я с вами на этой такой ноте, не знаю даже, какой печальной или радостной, заканчиваю это видео. Я вам всем желаю мирного неба, будьте в безопасности, берегите себя, и всем пока-пока, до следующего видео. Вы только полюбуйтесь на эту красоту, посмотрите, какое все золотое. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...